Надя, Александр, мы рады вас приветствовать в Липецке. И, конечно, к Наде первый вопрос. Надь, ваше появление в Липецке можно назвать средь шумного балла. Потому что, вот, буквально, только несколько дней назад здесь отработала София Ротару. Впереди опять, а вы именно, именно, вот, приехали с русской. То, что давно хотелось россиянам. Нам очень приятно, действительно, что нас ждали в Липецке. И, хотя публики было не очень много, но концерт прошел очень тепло и сердечно. И мы понимаем, что сейчас много хорошей всевозможной музыки. Но народную песню люди любят. И вы видели на концерте, какова была реакция. Все остались довольны, счастливы. Для нас это самое главное. Вас каждую песню, вот, после каждого исполнения, вас не хотели отпускать. Но, а для телезрителей я все-таки, наверное, открою, что справа от Надежды Кадышевой находится руководитель. Ой, уж боюсь сказать. Саша, как мы сегодня с вами утром-то еще по телефону разговаривали, оказывается, еще и супруг Надя. Не тяжело ли быть мужем известной певицы? Ну, вы знаете, наверное, не тяжело. Почему? Потому что Надежда известной певицы не родилась. Но то, что когда она стала известной певицей, она осталась тем же человеком добрым. То есть, вот, у нас прекрасная семья, сын. И поэтому, то есть, вот, мы находимся... Одна из тех семей, в которой, то есть, вот, мы не можем находиться долгое время друг без друга. То есть, вот, мы никогда не отдыхаем, порознь, мы никогда, то есть, вот, никуда не ездим раздельно. То есть, вот, у нас такая семья. То есть, вот, и все в семье, и, собственно говоря, и ансамбль, получается, тут в семье, он, если вы заметили, он такой, как семейный у нас, добрый ансамбль, то что такое. Вот, получается, считается за рубежом, что муж от жены должен отдыхать хотя бы раз в году. А вы на кастролях вместе, в номере вместе, питаетесь вместе. Что это? Истинная русская любовь, Надя. Да вот, наверное, я вот, если честно, может, я совершенно не могу без него находиться. Вот это вот так уже сложилось. Я скажу, знаете, что, потому что это состояние души, когда человек уже находит какой-то, ну, как вот говорят, вот, половинка, очень просто сказано, да? А когда вот уже душа, то есть, вот, не может находиться долгое время без родственной другой души, то есть, это, наверное, и есть тут какой-то, может, это называется любовью. Счастьем. Надь, скажите, когда вы были еще девочкой, вообще мы были когда-то детьми, откуда у вас любовь такая? К народной песне. К народной, к русской песне. Ну, дело в том, что я родилась в деревне, и у нас в основном, конечно, звучало много всевозможной тогда музыки, но все равно большую часть, конечно, была народной музыки. И я в этом выросла среди природы, среди цветов, среди лесов, среди, ну, пусть это говорят, полей, всего-всего того, что, в общем-то, согревает душу, вот, даже сейчас с россиянам. И это мне потом помогло именно вот в моем исполнении. Это, наверное, все-таки корни мои из деревни идут, поэтому такая любовь к песне. Надь, вот беседуя сегодня с вашим руководителем, он же ваш и супруг, вот, Александр, мы его разговаривали еще по телефону утром перед нашей встречей, перед вашим концертом, где маленький привел пример. Здесь недалеко от Липецка есть город Грязь, где проживает моя мать. И во время войны Лидия Андреевна Русланова ехала на Воронежский фронт. И была бомбежка, и эшелон остановился. Но она запомнила ее еще в детстве, ну, там, может быть, ей 13 было лет девочки. Вот она вас сравнивает, любовь, любовь вашу к песне с любовью Лидии Андреевны Руслановой. Как вы, вот, иногда даже хотя бы вы исполняете репертуар Лидии Андреевны Руслановой, вы не боитесь? Не, ну, я нисколько ей, по-моему, не подражаю, но просто в чем мы похожи, мы очень народные. Да, вот у вас любовь к песне. И я пою очень народные песни именно так, как поют в народе. И вот народ это чувствует, потому что при всем моем хорошем образовании, вокальном, музыкальном, я все-таки оставила песню такой, какой я ее слышала. Хотя многие могут, конечно, может быть, и спорить по этому поводу, но я выросла и слышала это. И также Лидия Андреевна Русланова, она пела, как поют в народе. Хотя у нее прекрасный голос был, она безумно была артистична. И вот мне, чем я старше становлюсь, тем мне, говорит, Надежда, у вас, говорит, все больше и больше в голосе появляется красок Лидии Руслановой. Но я ее люблю, действительно, мы все исполнительницы народного жанра, естественно, изучали их творчество. Я слушала ее записи, смотрела передачи. Ну, она, конечно, своеобразная большая русская певица, которую действительно очень любил народ. Надь, я не боюсь этого слова, но вы еще не достигли пика своей славы. Вы только начинаете. Я с этим согласен. Я вот хочу вам предпринять, что в следующем веке у вас будет очень большая популярность. Я уже на профессиональной сцене 15 лет. Да. Но вы дали жизнь, дали вторую жизнь тем песням, которые когда-то кто-то пел в деревне, когда-то на веселинках. Вот под конец концерта Александр, говорит, танцуют. И вышли, и начали танцевать, и плясать под народную песню. Причем дети были. Это очень приятно. Дело в том, что вот я сегодня даже посмотрела по залу очень много. Что ведь такие вот, да вот наша молодежь, я считаю, я себя не предчисляю, нормальное, хорошее поколение, которые приходят, слушают народную песню. Очень много детишек. Меня вообще любят детишки 5-6 такого возраста, которые, ну вот они слушают эти песни и приходят ко мне на концерт. У меня даже было в одном городе, ну буквально чуть ли не в ползонках. Она, ну сколько, она только ходить научилась, у меня все костюмы, она подходит ко мне, тронет меня и стоит, и не уходит со сцены. Ей уже приходилось, ну бежит и все, знаете, как ей, она смотрит на это детям. Понятно, что есть что видеть, потому что концерт сам красив, очень много над ним работали прекрасные музыканты, хорошие костюмы, хорошее звучание. Все это, я думаю, воспитывает наших детишек. Это хорошее. Да, я хотел бы сказать, добавить, почему, потому что, почему Надежда уже певица следующего века, потому что любят малыши. И когда они, то есть вот, получается, песни любят такие, как вот у церкви стояла карета. Да, и выбирают такой репертуар серьезный. Это тот репертуар, который как бы вечный, он через сто лет будет. Но самое интересное, что сейчас народная песня, когда-то, то есть вот вы мне как бы не дадите соврать, что когда-то нас заставляли петь песни, вот давайте, то есть было такое, одевали кокошники с силком. И потом, когда русская народная песня, то есть вот осталась, все перестали заниматься, перестали трогать. И выпустили на рынок среди популярных артистов. И когда мы заняли, то есть по рейтингах первые места, понимаете, то есть вот еще народ опять доказал, что вот свое мы никогда не забудем. Своем мы, то есть может через проявление ансамбля «Золотого кольца». Но дети к этому потянулись, и все, все малыши, то есть вот любят и знают. Когда-то, когда мы были еще, то есть маленькими, мы так сильно не тянулись к этому. То есть, понимаете, то есть вот есть какая-то тяга, то есть вот следующий век вот за нашей песней, за народной песней, не обязательно, что это песни «Золотого кольца», это тема. Ну, потому что это природа, это история, это глубина, это вечная. А и то, что вечно, оно всегда находит интересное развитие. Я думаю, молодежь будет, так сказать, в этом постоянно черпать свои силы, знания. И они такое сделают интересное, может, во всем мире услышат, что такое Россия в новом звучании и в новом свете. Потому что весь Запад, да, он такой, он идет к естеству, а природа и Россия, она очень естественная. Да, Надя, я бы с удовольствием с вами согласился, мы, как говорится, вот вам удалось возродить русскую песню, но пока еще возрождение России, мы, как говорится, верим и надеемся. Мы всегда верим. Ну, обязаны верить. Обязаны надеяться, то есть потому что очень сложный период, понятно, самое главное, чтобы не потерять веру, самое главное, потому что народ должен бороться за собственное, то есть вот как бы, то есть там, не лопатой, я не знаю, как мы должны все, потому что мы все переживаем за матушку Россию, правильно, то есть вот в каком мы состоянии находимся, но найдутся те речаги, когда народ, мы не раз поднимались из пепла, то есть вот и, очевидно, поднимемся и на сей раз однозначно. Если народ выбирает свое родное, то у него есть хорошее будущее. Будем сеять свой хлеб, будем пить свою водку и пить свои песни. Да. Саш, вот такой вопрос, он может быть чуть-чуть... Скажите, кто был родоначальником создания этого коллектива? Вам как к руководителю? Ну, скорее всего, это идея Александра. Не, ну, я всегда мечтал, понимаете, какая вещь, музыкант всегда мечтает создать именно то направление, которое... То есть вот когда учишься в училище, в институте, у тебя складывается какой-то, то есть вот круг определенное, то есть мировоззрение, что бы ты хотел сказать. Я всегда мечтал о соединении русской народной песни, то есть вот нам повезло с надеждой, что мы могли сказать свое слово, это не обязательно, что как догма, вот мы спели так, и обязательно так нужно пить, не обязательно. То есть вот это у нас так получилось, такие аранжировки, такие обработки, такие вот голос, надежды, то есть это все сочетается, сливается именно в этом коллективе. А всем остальным, то есть вот людям нужно искать свое... И когда вот каждая грань будет... То есть вот исполнителя заиграет именно в его творчестве то, что он хотел. Нам повезло, мы смогли выразиться. Мы хотели именно так, мы ее так почувствовали, в частности, Александр почувствовал именно такое звучание. Потому что, да, мы не портим совершенно народную письмо, мы все народники, мы хорошо знаем традицию. И ведь народные песни у нас не звучат так, смотрите, они как будто вот очень, хотя мы их осовременили, но они звучат очень по-народному, правильно? Даже бабушкам и дедушкам не мешают барабаны, которые у нас... Они не понимают, что звучит целый оркестр, и вот нам именно так захотелось исполнить. Вы знаете, я вам вот скажу сейчас мнение зрителей, которые выходили с первого концерта, они уходили говорить, вот это да. Если это так, то нам приятно. Вы знаете, и все-таки я считаю, что таких коллективов должно быть больше, потому что Россия самая талантливая страна мира, и все-таки, да, переживем мы эти... То есть вот мы получили серьезное образование, да, можно хаять и тот период, плохой период, но мы все закончили Гнесинский институт, мы все поступили, приехали из деревень, поступили без никакого блата в престижные вузы страны. И хотелось бы, чтобы это не уходило из России, чтобы Россия была сильно образованная страна, потому что энергетики нам не занимать. Просто хотелось бы, чтобы молодежь училась. Не просто, знаете, как чуть-чуть вот сейчас вот есть такой отренеджерский возраст, как бы вот, ну там, я не знаю, то есть не обязательно учиться, все все равно там, то есть пройдет, все все равно плохо, нет. Ничего не пройдет, это, то есть все придет, и будут цениться только специалисты, только те люди, которые со стержнем. — Скажите, а Вы не боитесь, если Ваш сын пойдет по Вашим стопам? — Вы знаете, то есть вот мы специально его, и это Надежда права, что мы не направляем по стопам, у него абсолютный слух, он научился играть на гармошке, на баяне. — Ну это есть кого, простите. — Да, но все-таки он ближе к технике, и ближе к технике, и мы не заставляем ходить даже в музыкальную школу, потому что у него своя жизнь, и не хотелось бы, чтобы, то есть вот там, как бы, — Саша, понимаешь, сделать сейчас его, вывести на сцену, дать его гармошечку, и он сыграет номер, естественно, в нашем концерте, он так феноменально пройдет, и он поймет, что, знаете, как мы, вот, да, он благодаря, так сказать, родителям услышит эти аплодисменты, — А что дальше будет? Вот мы, например, не испортить душу, и вообще ни в коем случае нельзя его в это во все, пусть он идет своей дорогой, а так вот легко его выпустить, да, но это же боль, этого делать нельзя, хотя, знаете, когда концерт прекрасно, он бы проходил, но это все неправильно. — Очень легко будет в жизни. — Легко будет в жизни, а он не поймет трудности, он не поймет, что это такое. — Наденька, вы мне сейчас такое преподнесли, сверхъестественную порядочность в семье. — Не, ну почему, мы так... — Дело все в том, что, простите, но сейчас вы знаете, многие стараются своего брата, сына на эстраду вывезти за счет своего имени. — Ну, дело в том, что если мы к этому не шли долго, если бы нам все это легко удалось, может быть, мы как-то, наверное, по-другому решали эти вопросы, но я против этого, и Александр против этого, мы не лукавим, мы честно говорим. — Это видно по вас сразу. — И пусть он сам идет своей дорогой, мы родители будем помогать ему, если он хочет, знаете, ближе, а навязывать это... — Если бы он так вот возгорел, тогда уже нам нечего было делать, а он спокоен к этому. — У нас техника. — Да, он самолет собирает вертолеты, он такой, действительно, у него математика великолепная идет, в отличие от нас, он гуманитарий, он совершенно, у него точные науки, и меня вот как мать это радует, потому что жизнь артиста нелегкая, это хорошо, мой муж и жена, да, 8 лет я работала в одном ансамбле, он в другом, постоянные гастроли, я понимаю, вот, ну мы, да, вот так вот, а сыну, если он был бы, да, супер таким, вот из него что-то родилось, это, конечно, а так это сложная жизнь. — Скажите, а вопрос сразу и к Наде, и к Александру, скажите, каким образом можно остаться такими обычными, человечными, простыми, простыми, и иметь в то же время очень колоссальную популярность? — Ну, я хочу сказать, что мы достаточно введем образ жизни такой закрытой, мы в свет иногда выходим, но мы мало тусуемся, как это будет сказано модными словами, мы, потому что настолько времени, нам не хватает времени вообще на ансамблевые, на всевозможные, сколько надо песен делать, столько работы, и мы бережем какую-то такую вот свою атмосферу, потому что растерять ее очень сложно, а наш жанр, он особый, вот, мы как-то, у нас своя жизнь совершенно закрытая. — Ну, наверное, мы, как и многие миллионы наших людей, потому что, то есть, вот, да, об артистах много пишут, то есть, вот… — Да, вот, простите, а за вами ни одного хвоста нет, ни вот такого даже. — Мы относимся, то есть, вот, наверное, ко всему серьезно, и мы, как я вот начал, то есть, вот, мы, как и многие миллионы наших семей российских, мы занимаемся конкретно, мы любим свою работу, мы постоянно копаемся, то есть, в партитурах, мы постоянно ищем, постоянно что-то делаем, и у тебя просто не хватает времени на какие-то вещи, и, естественно, очень хочется иногда побыть семьей, то есть, побыть нелее, куда-то съездить, когда не получается, то есть, вот в этом только сложности. — А человек, человек, все зависит от человека, каким он хочет сам себя видеть, можно, понимаете, то есть, вот, себе что угодно там привесить, погоны любые, то есть, вот, и от этого, как бы, то есть, вот, радость получать. А когда человек получает какое-то духовное состояние, если у тебя прекрасная семья, прекрасная работа, и... — Все-таки для нас, Саши, главное — это семья, работа, и это, и вот этим мы живем. — Наренька, скажите, пожалуйста, а что запомнилось в первой встрече с Александром? — С Александром? Ну, я его, когда в институте увидела возле лифта, так у меня сразу мой внутренний голос сказал, что он будет моим мужем. — А вы в то время что подумали от Саши? — Он заметил меня. — Я в то время не заметил, я потом заметил надежду, и все-таки, потому что, как ни странно, выбирает-то мужчина, все-таки... — Да, получилась надежда. — Нет, она об этом... — Мысленно. — Это она уже потом сказала, как бы, что она заметила. Наверное, все-таки женщина сначала облюбовывает, а потом мужчина выбирает, как бы уже... — Как магнитика притягивает там, наверное, да. — Ну, вы знаете, то есть, вот, я не знаю, как это случается, все это случается, на небесах это однозначно, но люди чувствуют друг друга с состоянием, то есть своим полем. Даже можно глаза закрыть и почувствовать теплоту человека. Наверное, так. — Надя, какую первую самую песню вы приняли от Александра, обработать? — Печет ручей, естественно. Нет, «Ой, то не вечер». — Надя, а вот семейный дуэт, вот вы работаете, работаете, ну, какие-то конфликты бывают. Ну, уж не поверят зрители-то. — Конечно. Ну, что ж, подуемся друг на друга. — Как долго-то? — Ну, мы не ругаемся, вы знаете, мы рассердимся и расходимся в разные стороны. Не кричим. — Бережете нервы, что идеальная семья такая. — Нет, нет, молча. Мы дуемся, естественно, молча по углам ходим. Но так как ребенок, и нам не хотелось бы, чтобы он слышал, как мы там возмущаемся. Но первое, иду навстречу я. — Это совет вам, уважаемые зрители, от Надежды Кадышевой. — Конечно, мы все бывает и поскандалишь, но так, знаете, ну, скандал такой, на уровне таких мягких тонов и молчания внутреннего. — А творческие раздоры бывают? — Ну, бывает, иногда с чем-то не согласен, и, ну, это более бывает, это в процессе ансамбля, это более импульсивно проходит. Что касается творчества, понимаете, там вот ты не согласен с этим аккордом, вот с этим, но это, опять же, очень все культурно.